Мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. И сейчас мы находимся в 19 главе. В 19 главе 4 отрывок. Я хотел бы обратить ваше внимание на 4 отрывок, 4 пасуг. Он звучит так. Он, Йосиф, Раим, Рабим, Ведаль, Мерееу и Парет. Значит, он это имущество. Имущество, когда у человека добавляется деньги, имущество, оно добавляет очень много друзей. Раим это люди, которые хотят приблизиться, близкие дословно переводится. И когда у человека много имущества, оно добавляет ему очень много близких, у него вдруг появляется. Ведаль, Бедный, Мерееу и Парет. А когда у человека нет денег, он бедный, то даже от ближнего своего, друзья, знакомые, он от него отдаляется. И Парет, потому что у него есть очень много, он все время думает, где взять деньги, не хватает на то, на это. Это так Шлома Мелок сформулировал, такой закон человеческой психики. Чтобы было его понятнее, я вспомнил анекдот, есть такая известная история, что Коля из Тагила никогда не знал, что у него есть столько друзей и родственников, дальних родственников, такая огромная семья, пока не купил виллу в Испании. Что как только он купил виллу в Испании, ему начали звонить друзья, знакомые, родственники, оказалось, что он друг всем нужен. А он никогда не знал, что у него столько друзей и родственников и знакомых. Теперь, дальше, шестой пасук, шестой отрывок, он говорит на эту же тему, следующий интересный момент. Рабим и халу пны надив. Многие приходят к человеку, который надив, который дает, помогает. Не давая, а когда он, ну вот, кому-то помогает. Веколь ареа лениш матан. И все становятся близкими, хотят приблизиться к человеку, который матан дает подарки. Зачем разница между надив и матан? Матан это он дает всем, вот есть люди, которые любят латет. Латет, матан, латет, который дающий. Вот один из таких дающих людей, Александр Борисович Хельман, например, да, из Харькова. Который, вот он прям раздает, у него вот вообще, вокруг него все, он всем дает. Он построил, даже зоопарк он в Харькове построил, такой эко-зоопарк. К нему хотят приблизиться все. И богатые, и средние, и бедные. То есть, когда человек раздает, то даже у него, ну, к нему все хотят приблизиться. Стать ему близкими. А до этого написано, рабим и халупный надив. Многие, они приходят к надиву, тому, кто... Надив это тот, кто дает. Но надив и матан разные вещи. Надив дает, когда попросят, и тому, кому нужна помощь. Это большая разница между. Матан он раздает всем. Он просто дающий такой, он любит давать. А надив, он не такой, он не то, чтобы любит давать. Он понимает, что раз ему бог дал возможность, дал ему деньги, он должен помогать. Но он помогает выборочно. Он помогает тому, кому надо помочь. Тогда, когда надо помочь, он ищет, кому помочь, но нуждающимся. И к нему приходят многие. Но остальные к нему не приходят. А к тому, кто дает, все хотят к нему приблизиться, потому что прикольно рядом с этим быть. Это вот две идеи про деньги, про богатство. Как оно меняет позицию человека в мире и привлекает к нему людей. Сейчас один из моих знакомых, друг близкий друг моего брата, стал глава администрации президента Украины, Борис Лошкин. Они много лет дружат с моим братом. Когда-то Борис Лошкин помог издать, он увидел во мне талант и издавал мои книги, издательский дом УМХ. И сейчас он стал глава администрации президента. То есть это человек, который из Харькова, 16 лет он в журналистике, он поднимался, работал, очень много работал. И вот сейчас он стал, достиг огромного, до этого он продал свой холдинг за 300 миллионов долларов несколько лет, год назад. А сейчас он стал главой администрации президента. То есть во всех отношениях человек растет. Так сейчас, когда он стал главой администрации, все, кто знали, что я его знакомый, и у кого есть какая-то там идея, что как-то он может помочь, звонят мне, чтобы приблизиться к нему, к нему. Я говорю, нет, секундочку. То есть у него свои дела, он сам знает, кто ему нужен, кто не нужен. Но интересно, как люди, как к магниту к нему потянулись сразу, да, в этот момент. То есть это надо знать, так работает мир. И царь Соломон, мудрейший из людей, нам это объяснил. Еще хотел бы обратить ваше внимание в 19 главе на 17 пасуг. 17 пасуг, он такой. Тот, кто сжаливается над бедным, то есть помогает бедному, бескорыстно помогает бедному, на самом деле это не бескорыстная помощь. Почему? Потому что в этот момент, когда он помогает бедному, малве это как будто бы он дает деньги Богу. Он сужает Бога. Написано прямо прямым текстом в 17 предложении, что тот, кто помогает бедному, он дает деньги Богу, угмуло и шалемло, и воздаяние будет ему заплачено. То есть когда человек, казалось бы, он отдает, он отдает бедному, который ничего ему вернуть не может. На самом деле, в этот момент, если он это делает, выполняя волю Бога, он как будто бы дает деньги Богу. И Бог ему обязательно заплатит, заплатит воздаяние. И это может быть написано, может быть написано, что тздока, она спасает от смерти. Богатство не спасет от смерти, а вот эти вот милосердия, когда ты помогаешь, оно может спасти от смерти. То есть ты кладешь как бы на депозит, на небе деньги, когда помогаешь обездоленным. Поэтому, интересно, даль, слово на святом языке, на иврите, это бедный, а на русском, тот, у кого ничего нет, называется обездоленный. От слова даль, однокоренные слова. А вот интересно, что была шутка такая, что прежний президент Украины Янукович, когда приходит домой и говорит, а сын к нему говорит, папа говорит, хоть я не понимаю, везде в газетах пишут, что много людей обездоленных. Что за обездоленные? Не понимаю этого слова. А Янукович ему говорит, эх, сын к нему говорит, видно сразу, что ты мало-то учился вообще. Обездоленные, это те бизнесы, у которых нет нашей доли, у которых они нам долю не платят, это обездоленные. Вот так, на самом деле обездоленные, это те, у кого ничего нету, и именно Бог с ними взаимодействует с каждым из них по их системе. И может быть человек обездоленный, у него ничего нету, но он может быть очень близкий к Богу, он может быть святой человек, и это для него какое-то испытание. А для тех, у кого есть деньги, это испытание, поможет он ему или не поможет, это тоже испытание. Поэтому помогайте, когда у вас есть деньги, к вам потянутся все, но вы должны помогать тем, кто действительно нуждается. И это очень важно, изучайте Мишли, притчи царя Соломона, здесь высшая божественная мудрость, которая поможет вам правильно выстроить свою жизнь.